В начале 50-х Москву парализовал жуткий слух, будто в Сухановскую тюрьму завезли трофейные орудия пыток из гестапо. КВД набрали новых следователей, клинических маньяков-садистов, которых выписали из тюрем и лагерей СССР. Жители московских квартир снова замерли в ожидании черных воронков. Но если в 37-м, когда кого-то забирали, родные плакали, но все-таки надеялись на возвращение арестованных, то сейчас молились, лишь бы поскорее расстреляли, лишь бы не мучили и не пытали. Иосифу Сталину везде мерещились заговоры и покушения. Его параноидальные наклонности активно использовали приближенные. Именно внутриклановая борьба партийной верхушки породила масштабные сфальсифицированные судебные процессы. Ленинградское дело, дело врачей-отравителей и другие. Министр госбезопасности Абакумов собственноручно написал сценарий американского заговора россиянистов, направленного лично против вождя народов. Для раскрутки дела нужны были показания, и добыть их любой ценой должны были цепные псы министра. В камере допросов совсем молодой мальчишка, подвешенный за руки, извивался от боли. Его били резиновой дубинкой по ногам и спине. Ни защититься, ни увернуться от удара он не мог. Это был Дима Горский, студент медицинского института, комсомолец и друг Ани Шварцман. В следующую секунду Аня вскочила от собственного крика. Она дома, сейчас утро. А это был только сон, кошмарный сон, который преследует ее последнее время постоянно. И каждый раз воспаленный мозг рисует новые ужасные картинки быта. Аня Шварцман не находила себе места от беспокойства. Ее однокурсник Дима Горский уже неделю не появлялся ни в институте, ни дома. Мама Димы тоже куда-то исчезла. Никто ничего не знает об их судьбе. Единственный человек, который может пролить свет на это таинственное исчезновение, отец Ани, полковник МГБ. Она с нетерпением ждет его с работы, хотя в последнее время отец там пропадает сутками. Лев Шварцман обычно возвращался под утро, очень уставшим. Он всегда тщательно мыл руки, минимум полчаса закатав по локоть рукава. Лев Леонидович не любил, когда дочь заставала его за этим занятием. А тут еще Аня стала приставать с расспросами о судьбе каких-то Горских. Просила помочь найти их. Отец медленно вытер руки и открыл Ане страшную тайну. Шварцман рассказал, что у Сталина врагов намного больше, чем пишут в газетах. Кругом происки буржуазного национализма. Сплошные космополиты и антисоветчики. Сионисты, например, пытаются создать еврейскую республику в Крыму, чтобы служить американским интересам. Горские, кстати, евреи, и они вполне могли тайно уехать в Крым. Аня пыталась возразить, но отец обнял ее и пообещал, что обязательно наведет справки про Диму Горского и его мать. От полковника всегда пронзительно пахло хлоркой. Но для дочери это был привычный запах тела отца. Аня жила с папой сама. Младший брат Сергей учился в круглосуточном интернате, а мать умерла еще в 45-м. О своей работе отец никогда не говорил. Это была запретная тема в семье Шварцманов. Шварцман Лев Леонидович. Полковник НКВД. Родился в Петербурге в 1907 году. Образование 7 классов. В 40-х-50-х вел дело врачей-вредителей и дело еврейского антифашистского комитета. Указания получал лично от Берии министра МГБ Абакумова. Работал на спецобъекте номер 110 в Сухановской тюрьме. Название Сухановской тюрьмы следователи произносили со зловещим шепотом, а между собой называли ее «Дача Берия» или «Дача Пыток». Тюрьму открыли в помещениях Сухановского монастыря специально под репрессией 1939 года, когда для жертв террора уже не хватало места. Там же был оборудован и небольшой крематорий. Режим тюрьмы был устроен так, что психика людей долго не выдерживала, и многие сходили с ума, умоляя тюремщиков о скорой смерти. В то, что горские заговорщики, Аня не верила и плакала, вспоминая последний визит к ним. Тогда она проводила политический ликбез и размахивала правдой с громкой передовицей предателей народа. В этой статье некая Елистратова, член Союза писателей, яро осуждала космополитизм. Так тогда называли все нерусские национальные проявления. Аня вошла в раш и, как партийные лидеры, стучала хрупким кулачком по столу, осуждая вредительскую деятельность безродных космополитов. Но тут с работы вернулась Димина мама, Дина Михайловна Горская, терапевт второго Московского медицинского института, и диспут тут же прекратился. Мама позвала Диму помочь ей с ужином. Кухня располагалась рядом, за тонкой перегородкой, и любопытство заставило Аню припасть ухом к стене. Мать шепотом умоляла сына не встречаться с Аней так часто и не откровенничать о политике. Анечка, конечно же, девочка хорошая, но вот про ее отца ходят невероятные слухи, будто бы он палач, лично пытает и избивает людей. Далее Горская рассказала, что ее заставляют оклеветать бывшего завкафедра института, профессора Эттингера. А сегодня двух врачей, отказавшихся дать показания, увезли на Лубянку. За ней тоже, скорее всего, приедут, и она очень боится за судьбу сына. В разгар борьбы с сионизмом по приказу Абакумова членов еврейского антифашистского комитета арестовывали десятками. Дело на одного из видных активистов комитета, известного профессора Якова Эттингера, уже было сфабриковано. Но для полной картины заговора не хватало некоторых свидетельских показаний и доносов. Подслушанный разговор поверг Аню в шок. Невозможно было поверить, чтобы о ее любимом отце говорили такие страшные вещи. Не попрощавшись, девушка выбежала из квартиры Горских, а потом еще долго рыдала. Она не хотела верить, что ее отец палач. Три дня Аня Шварцман вела затворнический образ жизни, не брала телефонную трубку, не выходила на улицу, но постепенно апатия отступила, и девушка решила на чистоту поговорить с Димой. Придя к квартире Горских, сначала она увидела опечатанную дверь, а потом сердобольная соседка рассказала, что Диму и Дин Михайловну увезли на какой-то черной машине. С этого момента самые страшные предчувствия не покидали душу Ани Шварцман. Дина Горская сутки провела в стоячем карцере с минусовой температурой. Когда открыли дверь, самостоятельно женщина двигаться уже не могла. Ей на голову надели мешок и поволокли в комнату допроса. Там усадили на стул и связали руки за спиной. Когда мешок сняли, в глаза ударил яркий свет. Женщине предложили добровольно подписать разоблачающие показания на Этингера, но Горская лишь отрицательно покачала головой. Тогда следователь подошел к привязанному в углу комнаты человеку и снял с него противогаз. Им оказался сын Горской – Дима. На ее глазах один следователь избивал сына, а второй держал голову матери и заставлял ее смотреть. Это был полковник Шварцман, отец Ани. На Диму снова надели противогаз, а Шварцман поднес ведро с хлоркой вплотную к респиратору, так что Дима начал задыхаться. Аня проснулась в холодном потуне. Прекращающийся ночной кошмар вызывал головную боль, что самое ужасное. В каждом сне Аню преследовал запах хлорки. Запах ее отца. А в это время по освежевым этому растворам хлорки полу, поскольку ничем другим бурые пятна крови не смывались, в камеру приволокли тело Димы Горского. Он был без сознания и не слышал диких криков и стонов за стенами. А Шварцман с дьявольской ухмылкой протянул Дине Горской ручку и бумагу. Она автоматически подписала протокол. Через два дня, 18 ноября 1950 года, профессора Эттингера арестовали. Аня перелистывала старые газеты, которых в квартире было в изобилии. Ведь отец до войны работал корреспондентом в «Московской правде». Ей стало интересно, как ее отец, окончивший всего семь классов, сумел пробиться в журналистику. Отец Шварцмана, мелкий банкир, бросил семью, когда сыну было два года, а мать переехала в Киевскую губернию. После седьмого класса трудовой школы Лев подрабатывал чернорабочим, потом разносчиком газет. Уже в 17 лет вступил в «Комсомол» и стал репортером в газете «Киевский пролетарий». На литературном поприще Шварцман преуспел. Вскоре ему дали собственную рубрику и назначили заведующим партийным отделом. Но уже через год бойкий писака перебрался в Москву. С 1929 года Шварцман заведует отделом внутренней информации газеты «Московский комсомолец». А еще через два года становится ответственным секретарем газеты «Рабочая Москва». Секрет такого профессионального роста был прост. Писательский талант Шварцман оттачивал не только в издательствах, но и в другом ведомстве, где ценили умение красиво и художественно писать. С самого начала юный репортер тайно писал доносы на своих коллег. В августе 1937-го НКВД Остро нуждался в следователях. И бойкое перо Шварцмана было как нельзя кстати. Ему предложили работу в органах. Теперь Шварцман сочинял не репортажи и очерки, а постановления на аресты и протоколы допросов. По роду своей деятельности сухановские следователи делились на две категории. Одних на местном жаргоне называли «забойщиками», других – «литераторами». Забойщики выбивали показания из-под следственных. Литераторы редактировали или просто составляли нужные протоколы. Шварцман же совмещал два в одном. Он быстро усвоил уроки совмещения мордобоя и литературной работы. Фабрикуя протоколы допросов, Шварцман быстро рос в званиях. Проведя всю войну в тылу, за четыре года он сделал карьеру полковника, а в 43-м занял должность заместителя начальника следственной части по особо важным делам. В 1949-м его наградили орденом Отечественной войны первой степени. Про Горских по-прежнему ничего не было известно. Отец утверждал, что они в текущих делах не фигурируют. Но Аня уже не знала, можно ли ему доверять. У девушки не было прямых доказательств причастности ее отца к пыткам. Но сердце подсказывало, что папа что-то скрывает. Аня решилась обыскать его портфель, который, как и хозяин, источал нестерпимый запах хлорки. Девушка, поборов страх, приступила к обыску. Бритва, пелье, зачем-то сухари, может, в столовой плохо кормят, подумала Аня. И кипа каких-то бумаг. Аня быстро пробежала глазами один из документов. Это была инструкция Сталина руководству НКВД. Из инструкции. Физическое воздействие должно обязательно применяться и впредь в отношении явных и недоразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. Далее из портфеля Аня извлекла устрашающего вида щипцы с бурыми пятнами в некоторых местах. С ужасом девушка обнаружила на блестящей поверхности немецкие буквы и свастику. Но откуда у отца фашистские вещи? Зачем ему эти ужасные кусачки? Неожиданно во дворе просигналил черный воронок, и Аня быстро закрыла портфель. После ухода отца на службу она твердо решила проникнуть в его домашний кабинет, входить в который ей строго-настрого запрещалось. Ключи она нашла за портретом Сталина. Однажды она случайно увидела, как отец прятал их там. В отцовском столе, в самой нижней шухляде, она нашла стопку бумаг, перевязанную ленточкой. Развязав пакет дрожащими пальцами, Аня приступила к изучению рукописи. Это были протоколы допросов, но не сфабрикованные признания, сочиненные самим Шварцманом, а самые настоящие, описывающие, как было все на самом деле. Их Шварцман, мнящий себя великим литератором, вел в тайне ото всех. Из дневника. 16 июля 41-го года я и Родос избивали начальника генштаба Красной Армии, Мерецкова, и генерал-полковника Локтионова. Крутили их на признание в участии в заговоре военных против Иосифа Виссарионовича. Мерецков сразу раскололся. А Локтионов не то что стонал, ревел от боли. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз падал в обморок. А я сказал, что если не подпишет, приведу сюда его жену, сначала и забью ее, а потом Родос изнасилует у него на глазах. О, они мурашки побежали по спине от страха. Это было написано хорошо узнаваемым каллиграфическим почерком отца. К тому же девушка на всю жизнь запомнила этого жуткого Родоса, папиного сослуживца, который приезжал к ним в гости три года назад. Закончив разделку мяса для шашлыков, Шварцман ушел в дом. Аня потеряла дар речи, когда увидела, что Родос без тени и эмоций ест сырое мясо. А потом он протянул и Ане кусок. Хочешь? И криво ухмыльнулся. Аня заметила, как отец моет руки в тазике и побежала к нему. Она знала, что папа не любит, когда его застают за этим занятием, поэтому тихонько стояла в стороне. Сзади внезапно раздался голос. Подсматриваешь? Аня резко обернулась, и Родос заржал, как базарный торговец. Аня тогда от страха потеряла сознание. Родос Борис Вениаминович. Полковник госбезопасности. Родился в Мелитополе, в семье портного кустыря. Образование четыре класса. В 1930-м за изнасилование был исключен из комсомола и осужден на 8 лет лишения свободы. Родос сумел избежать наказания, так как являлся осведомителем ГПУ. После войны Родос, неучший с четырехклассным образованием, читал лекции в высшей школе МВД по технике следствия и даже был автором учебных пособий по внутрикамерной разработке арестованных, как значится в аттестации, автором научных работ. Полковник Родос принадлежал к касте забойщиков. У забойщиков существовала своя система. Сначала первое избиение, которое должно сокрушить и парализовать волю арестованного. Однажды, после напряженного рабочего дня, Шварцман и Родос решили снять напряжение по русскому обычаю. И к вечеру, опорожнив невероятное количество спиртного, насчитали 52 известных им вида пыток. Это и салотопка, растопленное до высокой температуры крохотное помещение, куда помещался заключенный, и сухановская ласточка, когда веревку продевают через рот, а концы привязывают к ногам и затягивают. Родос и Шварцман составляли сложившийся дуэт сухановки. Полная атрофия к человеческим страданиям и беспримерный садизм, поражавший даже сообщников, делали их незаменимыми для добывания любых признаний, от кого угодно и в чем угодно. Школу выбивания показаний Родос и Шварцман проходили под непосредственным руководством наркома Ежова, тот любил пытать заключенных лично. Когда Ежова самого арестовали в 1939-м, его же выдвиженцы Родос и Шварцман избили уже его до полусмертия. Эти мастера искусств участвовали в уничтожении писателя Исаака Бабеля, которого они пытали трое суток, меняя друг друга. Когда Родоса судили в 1956 году, Хрущев назвал его «никчемный человек с куриным кругозором» в моральном отношении, буквально «выродок». Тогда же Родоса спросили, чем занимался некий Бабель, дело которого он вел. «Мне сказали, что это писатель. Вы прочитали хоть одну его строчку? А зачем?» Удивленно спросил Родос. С особым удовольствием Шварцман и Родос избивали и пытали женщин. Эти два нелюдя четко усвоили, если в присутствии мужа, сына или отца поработать с их бабами, языки развязываются намного быстрее. Эти хлюпики готовы подписать что угодно, а все от интеллигентности вшивы. Не могут видеть или слез женских вытерпеть и криков. Как утверждали коллеги Шварцмана, тот часто вспоминал историю с генерал-полковником Локтионовым, которого он колол в самом начале войны. Тот держался неделю. Три раза возвращался с того света, но при этом слова не сказал. Хрипел только. А как только свою жену молоденькую всю в слезах увидел, поплыл тут же. На коленях умолял отпустить ее невиновную. При упоминании о молодой жене генерала Шварцман похотливо улыбнулся. Нужно отметить, что сфабрикованное дело под громким названием «Заговор военных против Сталина» было одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной. Тогда, перед самой войной с Германией, были проведены аресты многих крупных военачальников, прошедших и Испанию, и Хасан, и Халкингол. Начальник генштаба Мерецков под пытками признал свою вину, но сумел вымолить прощение и был отправлен на фронт. А генерал-полковника Локтионова расстреляли в октябре 1941 года. Палач Лев Шварцман приложил свою кровавую руку и к этому белыми нитками шитому делу. Его последствия были катастрофические. Обезглавленная, недееспособная армия в первые месяцы войны и сотни тысяч жизней советских солдат. Аня продолжала перебирать документы отца, и у нее уже не оставалось сомнений, что самый близкий для нее человек – садист и выродок. И тут, среди ровных, бережно хранимых протоколов, она обнаружила свернутую в четверо бумажку, которую, видимо, смяли, а потом решили сохранить. Это была копия письма, написанного известным режиссером Всеволодом Мейерхольдом, председателю Совета народных комиссаров Молотову в 1939 году. Из письма. «Меня здесь били, больного 65-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, снова били этим жгутом. Я кричал и плакал от боли. Следователь все время твердил, угрожая, не будешь писать, будем бить опять. Оставим нетронутыми голову и правую руку. Остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела». Следователем, который выбивал показания у режиссера Всеволода Мейерхольда, был Лев Шварцман. Аня не могла дальше читать письмо Мейерхольда. Ее парализовал животный страх от тех вещей, которые проделывал отец с пожилым человеком. В это время в Сухановской тюрьме был настоящий переполох. Как коршуны нападали, слетелось высокое начальство. На Шварцмана и Родоса обрушилась лавина ярости. А все потому, что 2 марта 1951 года от пыток умер профессор Эттингер, главный обвиняемый по делу врачей-вредителей. Оказалось, что у Эттингера во время допросов случилось в общей сложности 29 острых сердечных приступов. Чтобы хоть на время избежать побоев и издевательств, пожилой человек сознавался во вредительстве. Но главное сочинение Шварцмана – признание о покушении на Сталина – профессор не подписал. Аня не ожидала, что отец вернется так рано с работы, поэтому, когда он влетел в кабинет, девушка растерялась, вскочила на ноги, а протоколы рассыпались по полу. Аня задрожала и попятилась. Шварцман мгновенно почувствовал запах страха, и его глаза заблестели. Он сделал уверенный шаг вперед. У девушки мурашки побежали по спине. «Как ты посмела сюда войти?» – заорал отец. «Мне все время снится, как ты пытаешь Диму и его маму». Шварцман с размаху оглушил Аню кулаком. «Да кто он такой, твой Дима, чтобы я его допрашивал?» Передо мной маршалы и академики на коленях стояли. И Шварцман снова ударил дочку. Когда Аня упала, Шварцман стал кричать, что он гениальный литератор, а вынужден писать эти пошлые протокольчики, которые никто, кроме Берия и Абакумова, не увидит. А его перо достойно широкого читателя. Он специально все фиксирует. Его долг – рассказать правду. «Он, Лев Шварцман, хозяин человеческих душ». Только после нескольких минут истерических выкриков Шварцман заметил, что Аня находится без сознания, а под головой у нее уже натекла лужица крови. Но вместо того, чтобы сразу же вызвать неотложку, палач расплакался рядом с телом дочери, прося у нее прощения. И все же девушку удалось спасти. Соседи услышали шум, а это было совсем необычным явлением, ведь дочь с отцом жили тихо и без конфликта. Поэтому и вызвали участкового милиционера. К тому Шварцман объяснил, что Анимал сама упала, ударившись о батарею. Спасти врачам девушку удалось, но после этого вечера у нее произошли необратимые процессы в психике. Она практически теряла дар речи и проводила все время в больнице. Уже через два месяца на Абакумова и его окружение, которому принадлежал и Шварцман, завели дело о сионистском заговоре против Сталина. Люди, привыкшие манипулировать судьбами тысяч подсудимых, умеющие выбивать любые нужные показания, сами оказались в камерах пыток. И устроил им это не кто иной, как Лаврентий Палыч Берия, величайший мастер интриг и кровавых расправ с неугодными. Наследствие Шварцман проявлял чудеса изворотливости. Зная свои же методы работы, он мгновенно признавал все, что от него хотели слышать. Шварцман тут же оклеветал 30 высокопоставленных сотрудников МГБ еврейской национальности. Абакумов, по его словам, хотел создать группу сионистов для проведения террористических актов против советского правительства и его главы товарища Сталина. Убийство Кирова организовал он, Лев Шварцман. На Маленкова покушался так же он. Следователи едва поспевали записывать этот поражающий воображение бред. Именно на показаниях Шварцмана базировался фундамент дела о сионистском заговоре в МГБ. Его показания оказались настолько подходящими для Берии, что дело Абакумова впредь стали именовать делом Абакумова Шварцмана. В числе прочих сногсшибательных признаний Шварцмана было утверждение, что в арсенале евреев существуют хитрые рецепты блюд, отведав которые любой благонадежный человек тут же обращался в сиониста. Но были и шокирующие подробности из жизни бывшего полковника Шварцмана. Из показаний. До сих пор я скрывал от следствия, что являюсь педерастом и имел половые сношения с Абакумовым, с английским послом Кером и с моими собственными детьми. На самом деле, неся этот бред, Шварцман пытался объявить себя полоумным и потребовать провести психиатрическую экспертизу. Когда Сталину об этом доложили, он сразу вынес свой вердикт. Из резолюции. Этот подонок просто тянет время. Никаких экспертиз. Расстрелять. Приговоренный к расстрелу, Шварцман просил, чтобы его расстреляли пятью разрывными пулями. От одной я не умру, останусь жить и мучиться, а я совсем больной. И мук, и боли уже не переношу, писал он в ходатайстве о помиловании. Палач, садистский, избивавший мужчину и женщину, сам панически боялся боли. Президиум Верховного Совета СССР ходатайство о помиловании отклонил. Шварцмана расстреляли утром во внутреннем дворике Сухановской тюрьмы. По злой иронии судьбы, он был казнен по сфабрикованному приговору. Но преступления, совершенные лично Шварцманом, массовые расстрелы, садизм, пытки и убийства, до суда так и не дошли. После расстрела Шварцмана его детей Аню и Сережу выслали из Москвы в нережимную местность. Там Аня провела долгое время в психиатрической клинике, где ей вернули способность к члену раздельной речи. Позже, со слов ее лечащего врача-психиатра, и стала известна история Анни Шварцман, дочери палача.